Западные санкции делают Россию сильнее, по крайней мере, так считает глава российского правительства. Заявление прозвучало, когда Дмитрий Медведев отвечал на вопросы депутатов Госдумы после отчета о работе правительства в 2013 году. По словам Медведева, что бы ни происходило вокруг и внутри страны, власти смогут минимизировать последствия санкций и полностью выполнить все социальные обязательства перед гражданами. Премьер заявил, что Россия впервые оказалась в ситуации тройного давления. Первое, на нее давят положение мировой экономики, во-вторых, собственные структурные проблемы и, наконец, после присоединения Крыма, еще и, цитата, недружественная политика ряда стран. Медведев призвал заводы и предприятия находить новые пути освобождения от экономической зависимости от Запада и пообещал при необходимости показать врагам зубы. Бизнес получит необходимую защиту, если будут предприняты недружественные действия. А нашим компаниям, скажем прямо, и без всяких санкций надо учиться работать в условиях жесткой конкуренции. Экономика глобальна, но работать именно в условиях конкуренции, а не развязанной по политическим соображениям экономической войны. Будем, если это обоснованно и законно зубы показывать, будем обращаться в суды, а также в другие структуры, включая орган по разрешению споров в рамках ВТО. Считаю также правильным подготовить предложения для принятия законов, направленных на защиту интересов российского бизнеса, нарушенных применением к нему незаконных санкций. Впрочем, эксперты премьерского оптимизма не разделяют. Экономисты указывают на показатели развития за прошлый год и говорят о том, что на 2014 у российской экономики весьма призрачные перспективы. Так, прирост ВВП снижается с 2011 года, капитал продолжает убегать за рубеж, инвесторы проявляют низкую активность, а рубль ушел в пике. При этом инфляция продолжает расти. Но на это Медведев заявил, что нормальное состояние экономики бывает только в учебниках по экономике. И пообещал уже в этом году экономический прирост будет сопоставим по уровню со странами Евросоюза.